Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Не забывайте меня, я всегда с вами. Моё сердце принадлежит вам, хоть я снимаю в последнее время очень редко. Спасибо тебе огромнейшее за 130 тысяч, за 131 тысячу. Хочу пожелать тебе удачи, огромную удачу, жену побогаче, битка по 100 тысяч и кефира по пятёрочке. Сегодня мы с тобой, я тебе покажу, как мы сделали с Игорем локацию. Что хочу тебе в двух словах сказать? Это очень важный ролик, если ты новичок, как только хочешь войти в майнинг. Почему ты поймёшь при просмотре ролика. Ты готов? Погнали! Короче, взяли стабилизатор. Игорь сказал, что хороший. Хороший, Игорь? Говно. И пока мы взяли только один стабилизатор. Правильно, это говно. Если как бы полное говно, то возьмём, наверное, сколько? Ещё 20. Игорь, а скажи, пожалуйста, если сюда, например, не 220 придёт, а 300, что будет по технологии? По технологии стабилизатор не должен включить основную сеть. Он выключится, да? Нет, он покажет на табло, должен показать на табло 380, но не переключится, чтобы подать напряжение в дом. Ага. Вот такая ситуация. Вот здесь вот покажет 380 и ошибка. И всё. По идее, так. Не знаю, как это реагирует. А это такой сомнительный, да? Ну, я не знаю, как рессанты. Я помню, ты какой-то крутой рекомендовал, короче. Я решил сэкономить. Наверное, не надо было экономить, да? На этом вопросе. Ну, я не знаю. Каждый по своей возможности покупает себе. Понял. Вот у меня 30-тысячники лидеры стоят. Вот, мы тебе один заберём потом. Сейчас все эти раскупят. Кажешь, 30 тысяч. Смотри, какая тачка у пацана. У него 30-тысячники стоят. Майнер в порядке сейчас как? Всё нормально там? А я электриком работаю. Электриком работаю. Так, сейчас я тебе пытаюсь объяснить, зачем я этот вообще сейф себе купил. Смотри. В Москве, в майнерских у меня, как, у меня там трансформаторные подстанции, которые стабильно выдают нужный ток для работы электричества. Электричество не страдает, да? То есть, они выдают 220. За счёт того, что это квартира, да, 6-7 киловатт, приходят специально обученные люди и контролируют, чтобы там всё это работало. А вот в сёлах, в деревнях, в СНТ, там, в ИЖС, да, тут по-другому. Здесь это может быть нестабильно, связано с разными факторами. Факторы придумай сам, хрен их знает. Там от этих, Игорь, что там ты говорил, какие есть? Электрокотлы, электроотопление, печки и так далее, да? В связи с этим может быть просадки, если люди одновременно это всё начинают использовать. Либо может быть слишком большая сила тока. Я правильно говорю, Игорь? Неправильно формулирую, да? Что может быть? Скачок может быть вверх. Скачки вверх бывают и вниз. Вот, вот для этого нужен вот этот сейф, чтобы их не было. Смотри, в него входят, получается, вот такие 4 кабелёчка. Раз, два, три, четыре. Здесь где-то два плюса, два минуса. Реши сам, Игорь знает. Игорь, где здесь плюс-минус или без разницы? Какой без разницы? Так, вот это вход, это вход на ноль, это перемычка между нолём, это не так делается. Это выход уже стабилизирующего напряжения приходит на автомат. Приходит через вот этот автомат, 63-й проходит, нет? Это проходит подача напряжения с основной сети. А вот этот выход уже идёт на автомат, ну, уже на дом. Ага, а вот это, ты сказал, трансформатор, который делает именно 220, чтобы было, да? Потом, смотри, отсюда это всё идёт вон туда, вот на тот автомат. И с этого автомата распределяется всё на всё остальное, вследствие чего у меня всегда 220. А если вдруг здесь почему-то вот загорелось, там, я не знаю, 300 или 250, эта штука продолжает работать, но она отключает всё в доме. Я правильно объясняю, Галя? Вот, и вследствие чего приборы, то есть в нашем с тобой случае это майник фермы, в нашем с тобой случае это асики, да, у кого какой случай, вот, будут работать дальше исправно. Самое важное, холодильник, там, где бухло лежит. Короче, тут Игорёк мне поставил, смотри, 40-й трёхфазник. Он будет передавать на вот такие вот автоматики, чисто для майнерской, видишь, это 20-й. 20-й каждый автомат, 20 на 220, смножить 4,4, но я больше, чем... На полтора киловатта, наверное, грузить не буду каждый. Видишь, сейчас здесь вставлен пока один провод. Почему? Потому что пока что здесь... Чё у нас пока что здесь, Игорёк? Одна фаза, да? А 380 ещё не подключили. То есть, когда 380 подключат, да, вот ещё можно будет две линии задействовать и добавить два таких аппарата. Кстати, этот аппарат получается на 20 киловатт, но задействовать я его буду, наверное, киловатт на 8. Приблизительно. Я его с таким расчётом брал. Китайский, сомнительное производство, но 4 года гарантии вроде как докуплено. Да, я купил, был год гарантии, 3 года я докупил все эти линки, суммарно 4. То есть, если их будет стоять 3, один выйдет из строя, я же могу один забрать и туда им отнести. Да. Ну вот, нормально. Кромешная ночь. Чё мы делаем, Игорёк? Первый запуск. Первый запуск, давай. Сейчас как въебёт. Погнали! А где чего? О, нихуя, слышь. Вот это техника. 232 у нас входное. Вот он включил. То есть, смотри, что сейчас происходит. Тут 232, это что такое? Там написано. Это сейчас заходит в него 232, а он стабилизирует на 220, да? Да. Вот это техника. Опа! Ты, Игорь, тебя чуть не уронил, я поймал в последний момент тебя, брат. Вот он. Так. И у нас как засветилось. Слушай, свет стал лучше, слышишь? Свойкой свет стал полноценный. Вот это, да. Просто с темноты. А, да? У тебя входное прекрасное напряжение, 10-30 вольт. Смотри, 2 часа ночи, чем мы собираемся. Все люди спят, а выхуярим. ПВС 2,5. Это я попросил такое, чтобы мягкий был Игоря. Смотри, идут вот так вот, 4 провода пока что, 1 фаза. И вот такие розеточки уже заготовлены. Вариант рабочий. Я уже так делаю в одном месте. Игорь, сколько там уже, год 3, по-моему, да, стоит, как ты поставил? Так что вот, Леграндовские. И я именно так просил, да, Игорь хотел, чтобы я на автомат сделал. Но я вот привык вот так по старинке. Прошу понять и простить. Короче, планировали поменять несколько автоматов. А Игорь заебашил все, смотри. Полностью на весь дом поменял щиток. Ты посмотри, какая красота. Вот так вот идет. Идут проводка. Идут. Игорь настаивал сделать мне в этом, как его, в гофре. А я решил, что я хочу вот так. У меня, да, свои есть майнерские заебы, чтобы можно было подойти, потрогать провод, там, понять, какой там теплый или нетеплый. Короче, вот так это все дело идет. Вот тут проходит. Сейчас я покажу. Давай, 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 давай. Ковер, конечно, как без ковра, сам понимаешь. И вот они. Четыре Леграндовские розетки. Их пока что четыре, потому что пока одна фаза, как ты понимаешь. Но скоро будут три фазы. Локация готова. Погнали майнить. Про интернет ты в курсе, да? Если ты смотрел предыдущий ролик, как я залазил на крышу и туда монтировал этот параболическую антенну, в которую ставлена одна сим-карта, которая роутер. А здесь получается запасной интернет, в которой тоже есть сим-карта. Получается здесь два роутера. Два роутера, что сказать. Две сим-карты. Два интернета, вот. Я надеюсь, ты понял, почему важно, чтобы электричество было на высшем уровне. Потому что это безопасность твоя. Это безопасность твоей семьи. И ты, перед тем, как майнить, должен думать об этом головой. Это самое важное в майнинге. Сделать все безопасно. Я тебя прошу, напиши, пожалуйста, в комментариях, что ты думаешь по поводу, во-первых, моего стабилизатора. Какие бы ты поставил стабилизаторы. Я понимаю, я взял самый дешевенький. Но я взял как, да, я купил три года дополнительной гарантии раз. И он на 20 киловатт. Я его буду грузить, скорее всего, на 6, на 7. Но максимум на 8. Это если я прямо обнаглею. Я тебя прошу еще, напиши также, какие бы ты мне посоветовал. Мне же еще два стабилизатора надо купить. Напиши в комментариях, какие и почему ты их советуешь. Желательно что-то тоже недорогое. С учетом, чтобы, ну, ты понимаешь, там, грубо говоря, по 6, когда их 3 будет, сейчас, может, 1 на 7, на 8. А когда их будет по 3, ну, максимум по 6 я разгружу, как бы, все, больше, скорее всего, не буду наглеть. Потому что сам понимаешь, СНТ, ну, куда? Напиши, пожалуйста, в комментариях, что ты об этом всем думаешь. Помоги ролику собрать 4000 лайков. А у меня на сегодня все. Подписывайся обязательно в Инстаграм, Телеграм, на Ютуб, в Твиттер. Я всегда и везде рад тебя видеть. Всего доброго. Пока-пока тебе. Пару слов напиши, ролик подержи. Давай, бай-бай-бай.